Итак, смотрите, как мы уже обозначили, сообщество DESY, строя структуру, сможет монетизировать эту структуру на долгие-долгие годы вперед. И мы ставим основной задачей предлагать разные интересные направления и инструменты для того, чтобы была диверсификация, чтобы люди заходили в разные рынки. Потому что мы не можем с вами находиться только в одном рынке. У Лондотека это диверсификация внутри трейдинга, это крипта, форекс, коммодитиз будет и так далее. У нас это была диверсификация с DESY токеном, сейчас это отдельное направление, это Апплифт. И то, что мы планируем запустить в конце марта, плюс-минус, возможно мы в Дубае это запустим, возможно. Это новое направление по майнингу, у него есть маленькая предыстория. Я сначала начну с предыстории. Вообще, в принципе, наверное, без майнинга не было бы DESY, как это ни странно. Я знаю, это звучит очень непонятно, потому что предыстория такая, что Джереми Рома изначально был фаундером достаточно крупной американской майнинговой компании. Вместе со своими партнерами техническими из Канады они построили большой дата-центр. И Эдуард в той компании был номер один по продаже, между прочим. И очень успешно продавал, пока компания не закрыла ритейл направление. То есть они оставили себе этот дата-центр, он в Америке работает. Компания выросла очень хорошо в акциях. Компания до сих пор очень хорошо зарабатывает, но они закрыли ритейл программу для инвесторов, для маленьких инвесторов. Таким образом, Эдуард познакомился с Джереми, таким образом, я с Джереми тогда тоже на Zoom познакомился года три назад. И Джереми ушел из той компании, потому что у него были некоторые разногласия с акционерами, он ушел из компании. И его партнеры тоже ушли. И вот он стал думать, что дальше запустить, потом появился Тейзи, потом прошло то, что мы все вместе с вами видели. И в прошлом году, несколько месяцев назад, он опять обратился к партнерам и сказал, Вот, ребята, как у вас дела, чем вы сейчас занимаетесь, что у нас сейчас огромное сообщество сформировалось, огромнейшее глобальное сообщество. И почему бы нам снова не вернуться к теме майнингом? Вот такая предыстория. Для Джереми майнинг, он настолько хорошо этот рынок знает, нам очень жалко, мы его еще пригласим в Москву. Он знает этот рынок очень хорошо, потому что он 2-3 года плотно находился в майнинге. Он знает основных поставщиков, он знает техническую часть, он знает математику очень хорошо, он знает рынок, он знает публичные компании, он знает владельцев компаний. Он понимает отлично, как работает майнинг, потому что многие из вас, вы, может быть, примерно понимаете, что такое майнинг. И таким образом, наш бизнес, новое направление зарождается. Мы пока не готовы дать название бренда, хотя он у нас есть, мы позже презентуем. И мы пока не готовы дать цифры математику, потому что у нас зависит еще от некоторых факторов, мы скоро поймем условия этого бизнеса. Мы не готовы даже сказать на 100% где этот майнинг будет происходить. Это может быть Америка, может быть Канада, может быть какая-то другая страна, которую, возможно, мы скоро посетим. Но я сейчас хочу дать общее понимание того, что мы будем запускать, для того, чтобы у вас было общее представление. И я не косвусь маркетинга, но в конце презентации, может быть, пару слов скажу, насколько это будет выгодно приглашать сюда людей. Ну и сами, естественно, заходим. Итак, что мы делаем? Мы впервые в мире запускаем майнинг через NFT. У нас в зале присутствуют люди из крипто-сообщества, знают, насколько NFT сейчас в тренде. NFT реально очень круто. И за счет того, что мы выходим на рынок NFT, мы сможем очень большой, в хорошем смысле, хайп создать. То есть выходить мы будем очень крупно. Если вы помните, как Дэйси стартовал, что-то типа такого будет, мы ожидаем еще более. Без боев. Без боев. Хорошие в плане показатели, но без боев, без технических. То, о чем говорит Джереми, и то, о чем говорил Сатошин Акабото, мы помним, который загадочный персонаж или группа персонажей, которые разработали биткоин. Биткоин изначально был задуман как нечто для того, чтобы все этим нечто пользовались правильно. Он не был задуман для крупных майнинговых ферм, которые весь рынок под себя подогнут и не дадут обычному человеку зарабатывать деньги на майнинг. То есть это изначально была такая идея. И здесь цитаты из белой бумаги, я не стал ее переводить, потому что я не нашел на русском языке. Но смысл в том, что это сеть peer-to-peer, когда люди децентрализованы друг с другом общаются, это все на блокчейне. И, по сути говоря, здесь показано то, что крупные компании поглотили этот рынок. Мы сейчас, если вы следите за новостями в сфере блокчейна и крипты, вы видите, что очередная компания сделала IPO на Nasdaq. Очередной фонд начинает вкладывать в биткоин. Это классный рынок, потому что, по сути, вы печатаете деньги. И я думаю, что в отличие от 2017 года, когда был огромный хайп вокруг крипты, когда были ICO, то сейчас, в отличие от того времени, все четко понимают, что биткоин с нами навсегда. То есть точка невозврата, она давно пройдена. Регуляторы признают по всему миру. Цена биткоина, она может не лететь в космос, но она не падает. Она не падает. Биткоин с нами на многие-многие годы. Это цифровое золото. Я надеюсь, что вы все это понимаете. И я также верю, что вы все хотите иметь как можно больше биткоина. И держать эти биткоины, держать их на черный день, держать их так, как мы держим золото. Держать так, как мы держим, может быть, какие-то там, я не знаю, ювелирку там, еще что-то недвижимость в конце. То есть это актив, который растет в цене, он будет расти дальше, он обречет на рост в силу того, что он ограничен в эмиссии, его всего 21 миллион, и в силу того, что его все больше и больше признают, и все больше людей подключаются к этой экосистеме. Так вот, здесь как раз написано, Forbes про это пишет, все пишут, что компания как раз в Северной Америке по майнингу биткоина, их акции растут в цене очень резко, их становится все больше. Почему? Потому что после закрытия майнинга в Китае, запретов, сейчас во многом майнинг биткоина перешел в США. США сейчас лидируют по майнингу биткоина. Ну, Казахстан, кстати, сейчас по второе или третье место, хотя, естественно, по уровню политической надежности не сравнил, да, США и Казахстан. Так вот, если вы сегодня захотите майнить биткоин, что вы будете делать? Вы найдете ASIC, окей, скорее всего, может быть, поддержит, вы сразу получите, и куда вы его вставите, куда вы его пристроите? То есть обычный человек, он не разбирается технически. Вот я, гуманитарий, для меня это звучит как китайская грамота, майнинг, я честно говорю, да, я вообще в этом не разбираюсь. Я знаю экономическую выгоду, но я не знаю техническую составляющую. Майнить у себя где-то там, я не знаю, в гараже или еще где-то, да, как подключиться к электроэнергии, как, собственно, все это настроить. То есть этим занимаются специалисты, обычный человек этого не сможет сделать, да, то есть у него не будет доступа к последним самым технологиям, он будет пользоваться ASIC-ами предыдущих поколений. Цена для него на ASIC-и будет более высокая, чем для крупных оптовиков, да, для крупных фондов. Цена на электричество будет, если он не будет, конечно же, воровать это электричество, да, мы читаем постоянно новости о том, что воруется электричество. Вот, людям нужно электричество для маннинга. Вот если он будет легально брать электричество, то для обычного человека оно будет стоить в разы больше, чем для огромных маннинговых ферр. Низкие прибыли, как следствие, да, потому что все составляющие дорогие, косты высокие, соответственно, прибыли низкие. Высокий риск, зависящий от рыночных условий, биткоин пошел вниз, что маленький этот человек, у которого два ASIC-а там где-то в гараже, что он, он просто остановит маннинг, ему будет не выгодно, да, если биткоин пойдет вниз. В то время как крупные миллиардные компании, они продолжат манить, да, у них хороший запас прочности, ограниченная прозрачность и доверие. И вот, что мы делаем, да, мы решили впервые запустить в мире на NFT модель, когда NFT, это не взаимозаменяемые токены, это, по сути, токены, да, это цифровые токены, они будут давать владение высокодоходными майнерами. Майнеры – это ASIC, по сути, да, это майнинговое оборудование, которое будет работать с использованием технологии охлаждения в жидкости, я про нее еще скажу, это иммерсионное охлаждение, и по самым низким ценам на электричество в мире. Это то, о чем мы сейчас как раз ведем переговоры, можно сказать, на правительственном уровне, я не могу все разгласить сейчас, но мы собираемся очень плотно задумывать в эту индустрию. Люди будут покупать NFT, изначально хорошая новость для всех вас и для всех нас в том, что они смогут купить только по рекомендации партнеров Dezzy, только по рекомендации партнеров Dezzy, то есть у них не будет другого варианта, им нужно будет получить реферальную ссылку кого-то из вас. Поэтому вот вы сейчас впервые, например, на русском языке это слушаете, и здесь огромное для вас преимущество. И купив NFT, таким образом человек будет владеть этим оборудованием. Да, вот не отвечая на вопрос по маннингу, как это будет выглядеть. Юридически вы покупаете NFT, за этим NFT это как цифровое владение маннинговым оборудованием. Да, по сути, вы покупаете оборудование. Хорошая новость для тех, вот тут команда Юрия Каспарова, которая гордится своим спонсором, хорошая новость для тех, кто в Америке имеет друзей или живет в Америке, то, что мы в Америке сможем абсолютно легально работать. И это просто супер, да, потому что Америка это огромнейший рынок. Я говорю именно про США. Почему мы сможем там легально работать? Потому что юридически это покупка оборудования. Никто не запрещает американцам покупать маннинговые оборудования. Это не инвестиции. После этого оборудование сдается в аренду на хостинг, в дата-центр, который мы сейчас будем строить, огромный, и масштабировать этот дата-центр. Это тоже не является инвестицией. И NFT это тоже, в принципе, это просто оболочка, цифровая оболочка этого всего. И что самое интересное, эти NFT можно будет потом перепродавать. То есть, если вы, купив манниговое оборудование, год получаете биткоин, постоянно качаете битки, качаете битки, качаете битки, вот резко что-то у вас случилось, вам нужно как-то откешить, вам нужно вывести деньги, продать оборудование. Если у вас это оборудование было по-физическим, как бы вы его продавали, да? А здесь у нас будет специальный маркетплейс, на который вы выходите со своим NFT, и, по сути говоря, вы продаете, это как приватный ключ, вы продаете свой приватный ключ, доступ, с доступом к кабинету. Человек, который у вас это купит, он просто поддержанное оборудование купит, по сути дела. И оно уже работает, оно сразу же генерирует биткоины. Таким образом, очень ликвидное само оборудование будет. Сам актив ликвидный, и то, что этот актив генерирует, естественно, биткоин очень ликвидный. И цель наша, ну вы знаете, да, у нас гигантомания, мы то, что все, что делаем, мы хотим быть номер один. Наша цель создать самый большой в мире бизнес по децентрализованному маннингу биткоина. То есть на рынке, который на сегодняшний день централизован, да, мы хотим создать некого монстра, потому что у нас огромное сообщество. И мы через Индии уже в ноябре, в декабре, в январе провели десятки переговоров со всеми топовыми лидерами. Будь это Германия, Япония, Канада и другие страны, Россия в том числе. Мы поделились этим, люди на низком старте ждут запуска. То есть сразу же миллионы, десятки миллионов долларов сюда заливаются. Такая у нас цель. Что получают владельцы NFT? Прямой доступ к высокодоходному оборудованию по самой низкой цене. Полная интеграция с технологией охлаждения в жидкости, которая дает увеличение прибыли. То есть оборудование помещается в специальную жидкость, и таким образом экономится электроэнергия, и оборудование оно раскачивается. И на выходе биткоинов может быть больше, даже на 25% в лучшем случае. Конечно, может быть какая-то дельта. Высокие находы биткоинов, высокую рентабельность. Не задавайте сейчас вопрос, за какое время можно будет отбить свои вложения, потому что мы пока не готовы дать математику. У нас есть несколько еще факторов, которые остаются неизвестны еще. Первый – доступ к каждому новому поколению майнеров за счет наших партнерств. Прибыльный майнер при любых рыночных условиях, даже если биткоин будет падать вниз даже до 20 тысяч долларов, если он упадет, мы не остановим дата-центр, не остановим ферму, мы будем продолжать манить, и это будет прибыльно. Мы работаем, как можно снизить все косты, все составляющие маника. Вот сейчас как раз над этим мы работаем. Первое – полная прозрачность блокчейна. Естественно, да, то есть все будут видеть, сколько биткоинов наманено. Здесь не будет какого-то кота в мешке. Каждый человек в своем кабинете будет видеть, сколько он наманен. Хэш будет видеть этого биткоина. И все это будет на блучении, можно отследить. То есть здесь никаких манипуляций, никаких, не буду называть имена, компаний. Четыре года назад были компании, пять лет назад, еще может быть три года назад, которые собрали огромные деньги с большого количества населения, а потом по лучшей традиции финансовых млн-компаний схлопнулись. Ну и какое-то время платили. Какое-то время платили, да. Сейчас владельцы некоторых компаний сидят за решеткой. Ну, вели бизнес некрасиво, неэтично и неправильно. Спор и распределение средств через смарт-контракты. Всем нам излюбленные смарт-контракты с одной маленькой разницей будет более дешевая комиссия. В троне очень высокая комиссия. Мы сможем мигрировать на более дешевый блокчейн. Я сейчас не буду конкретику говорить. Это очень круто. Мы все привыкли к смарт-контрактам. Все будет мгновенно, все будет прозрачно. И сообщество отези, естественно, это подхватит на урон. Доходность майнинга. Что определяет доходность майнинга биткоина? Три ключевых фактора. Первое – это цена майнингового оборудования. За сколько вы покупаете ASIC? За 8 тысяч долларов, за 14 или за 20 тысяч. Естественно, это будет влиять на рентабельность вашего бизнеса. Это понятно. Производительность оборудования. Цена электричества. Вот эти факторы, они очень-очень важны. То есть наша задача сейчас – найти место, где мы его нашли. Мы нашли несколько мест. Мы сейчас выбираем. От этого будет математика зависеть. Где мы сможем построить огромные фермы, огромные дата-центры, масштабируемые. Где будут контракты с поставщиками, с правительственными практически, с поставщиками электроэнергии по самым низким ценам. По самым низким ценам. Почему нам это электричество будет по низким ценам? Потому что мы будем большие. На рынок биткоина зайти с миллионом, с пятью миллионами долларов сейчас практически невозможно. Даже если вы хотите покупать оптом ASIC, вам придется ждать много месяцев, вас поставят в конец очереди, и вам нужно будет там минимум иметь 10-15 миллионов долларов, чтобы вообще зайти на этот рынок. Чтобы вы понимали, о каком рынке идет речь. И сейчас за счет как раз вот этого общего нашего сообщества, за счет рычага ТЭСИ сообщества, за счет всех связей, которые есть у нас за счет этого, мы сможем обычному человеку дать возможность зайти на этот рынок. Ну, как бы история на самом деле очень классная. Преимущества бизнеса, майнеры. Производительность 100 плюс терахэш в секунду. То есть это будет такая самая сейчас самая-самая сильная производительность. Чтобы вы понимали, биткоинов нельзя наманить сколько угодно, там есть определенная формула, и они манятся не больше, чем сколько-то. И сейчас у самых топовых майнеров, ASICов, как раз вот такая производительность 100 плюс. И плюс она еще за счет технологии охлаждения в жидкости раскачивается буквально до 125 максимум терахэш в секунду. Это сегодня, через полгода, через год уже может быть будет новое поколение майнеров. Производство под заказ от производителя. У нас в партнерах есть производитель, с которым как раз работал Джерми, когда устроил свой прежний дата-центр. И мы напрямую от производителя сможем брать оборудование практически в любых объемах, которые нам нужны, по самым низким рыночным ценам. Это очень здорово. Увеличение производительности, это я уже сказал, электричество. Правительственный контракт на безлимитное расширение дата-центра. Самая низкая из возможных цена. По поводу правительственного контракта, это предварительная информация. Более точно мы скажем чуть позже в этом месяце. Мы надеемся, что все это подтвердится. И сейчас мы полетим в Дубай с Эдуардом. После Дубая мы должны полететь в эту страну, где как раз у нас будет переговор. Что там у нас рядом с Дубаем-то? Ну, давайте вычислять. Скоро это не полетят. Мы не сказали, что это не Дубай. Уникальная технология подложения в жидкости и производства майнеров. Это тоже очень круто. Вот это человек из Канады. Человек из Канады, вы его еще увидите обязательно, он будет выступать на наших зубах. Он разработал технологию охлаждения в жидкости. Он ее разрабатывал еще 2-3 года назад. Сейчас он ее разработал полностью. И она готова к масштабирующим. То есть можно в огромных объемах ставить сервера прямо в эту жидкость охлаждать и манить биткоин. То есть это очень круто на самом деле. Она не уникальна, эта технология. Она существует несколько лет. Мы общаемся с людьми, кто манингом занимается. Но здесь фишка в том, что, во-первых, есть некоторые фишки. Я, как гуманитарий, промолчу про эти фишки. Это джентль лучше расскажет. Во-вторых, есть возможность именно масштабирования, промышленного масштабирования этой технологии. Вот это иммерсионное охлаждение. Это технология, вот сейчас читаю немножко на китайском языке, при помощи которой IT-компоненты электроника, включающие все сервера и устройства для хранения данных, погружаются в теплопроводную диэлектрическую жидкость. Так, где вот девушки и женщины залупались сражениями. Тепло выводится из системы путем взаимодействия жидкости с горячими компонентами. Жидкость использования для иммерсионного охлаждения имеет хорошие изоляционные свойства, при помощи которых она может пойти в контакт с электронными компонентами. В общем, мудрыми словами сказано то, что можно совмещать сервера, майнеры вместе с этой жидкостью. И на выходе это дает больше разгон оборудования и больше пикоидов. Не антифриз, короче. Что-то другое. Преимущество. Снижает расход оборудования. Слово расход заменен на износ. Позволяет максимально разгонять оборудование, повышает производительность на 25%. Максимальное производение в любых климатических условиях, максимальная отдача от ата-центров, увеличивает рентабельность бизнеса. В принципе, все это уже сказано. Дальше. Дорожная карта. Мы начинаем с первой фазы. Первая фаза, скорее всего, мы ее объявим в Дубай. Опять-таки, мы не гарантируем, но, скорее всего, это будет так. И там будет объявлена вся информация. Мы ее раньше даже объявили. Это будет смарт-контракт, работающий по приглашению. Исключительно партнеров Тези. Исключительно, я подчеркиваю, исключительно партнеров Тези. Исключительно, реферальная программа с огромным потенциалом резидуального дохода. Если кто-то из вас имеет команды 50, 100, 5 человек, 5 тысяч человек в линейке по юни-дорогу, вся эта команда, если они начнут закупать оборудование, нефти, то это будет монетизация вашего бизнеса, вы будете зарабатывать. То есть люди, у кого в Тези структура, просто сейчас на белом коне заскочат в этот бизнес. И сразу же, в самом начале, будет хорошо зарабатывать. Эдуард улыбается, потому что мы, собственно, тоже имеем здесь маленькую скромную команду. Вот и ждем старта бизнеса. Как говорится, как говорится, все вот тут под вами. Возможность заработать бесплатные майнеры. То есть у нас часть маркетинга будет так работать, что, сделав определенные действия, определенный объем, можно будет получить бесплатное оборудование. Таким образом, любой майнер, чтобы вы понимали, это актив, который дает вам каждый день биткоин. Дает, 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 дает постоянно и в месяц и в месяц, год и год. Высокие прибыли институционного уровня. То есть вот если прибыли на этом рынке майнеры и биткоина зарабатывают крупные миллиардные компании, наши прибыли будут совершенно сравнимы, если даже не лучше. За счет у всех этих компонентов и всех связей, которые мы сейчас будем использовать. Помимо обычных NFT, то есть за NFT будут стоять майнеры, оборудования, асики. У нас будет еще фракционные NFT. И это очень важно для всех нас, потому что есть люди, у кого нету, допустим, 10 тысяч долларов на асик. Но у него есть 1000 долларов, правильно? Или 2000 долларов. Так вот, он сможет купить как бы кусочек, фракцию, да, кусочек NFT, мы это называем фракционные NFT. И также участвовать в майнерке биткоина. То есть вот эти люди, они вместе будут объединяться и как бы владеть и NFT. Технически... Минимальный вход будет? Минимальный вход будет там между 500 и 1000. Да, опять-таки точно сейчас не готов. То есть это будет по карману всем. Мы хотим этот бизнес делать массовым, потому что мы общаемся с лидерами. Мы слышим лидеров. Это мы изначально думали не делать этот маленький вход, лидеры очень просят. Тем более есть страны, ну типа той же России, да, где у людей меньше платежеспособности, чем, например, в Штатах, да, или Липоте. NFT-пакеты для крупных инвесторов. У нас уже есть инвестора, которые будут заходить на сотни тысяч долларов, на миллион, на два миллиона. Для них будут отдельные крупные пакеты. Это мы тоже приготовим. И опционное подключение к стратегии. Вот это очень важно, да. Жалко нас Анна сейчас не слышит. Но мы ее только что послушали. У нас есть очень крутое ноу-хау, очень крутое ноу-хау и очень крутое партнерство. Это эндотек. Мы с вами все любим, ценим эндотек. У эндотека есть стратегия, которую мало кто знает, которая увеличивает биткоины. Не USDT, а биткоины. Эта стратегия за последние три года в среднем за год показала где-то 80% прибыли. Вложил биток, через год получил 1.85. Это машина по увеличению битков. Так вот, сам бизнес, который мы представим очень скоро, это машина по печатанию битка. Если подключить вот эту стратегию, которую мы эксклюзивно на самых лучших условиях предоставим сообществу, то тогда дальше еще включится машина по увеличиванию битков. То есть вот эти две машины в сумме дадут огромный портфель биткоинов, ну, соразмеренный, конечно, вашему доходу, вашей сети. И это будет делаться через API-ключи, через свой собственный счет на, будет это финанс или какая-то другая биржа. То есть вы сможете на мани на битки, через прямо будет ссылка в кабинете внутри, да, открыть счет по этой ссылке, чтобы система отслеживала, да, что вы это вы. И заходить в торговлю эндотека через свой личный счет, у вас все прозрачно, вы будете видеть все сделки, и торговать биткоинами. Мы ожидаем, что туда попадут за короткое время сотни тысяч биткоинов, и Анна, естественно, очень ждет тоже старта, потому что она будет брать комиссию, мы сейчас не готовы озвучить, сколько это будет, 20%, 40%, да, с наработанных, наторгованных биткоинов эндотек будет зарабатывать. То есть эндотек очень заинтересован в нашем маннинговом бизнесе, потому что на выходе мы ожидаем, что чуть ли не 100%, точно больше, чем 50% людей, потому что люди знают, что эндотек, знают историю, есть доверие, да, они будут вкладывать битки. Естественно, мы сами также будем вкладывать, то есть с первых дней, и на долгий срок. Нужно понимать, что это не стратегия, которая дает каждый день битки, я имею в виду тренинг, да, то есть если вы туда обложили, вам нужно коммититься, ну, хотя бы на год, и, естественно, здесь тоже нет гарантии, что будет как в прошлом, 80% за год, но с большей долей вероятностью, да, будет очень хорошая института. Так это и капитализация эндотека увеличена. О чем речь, конечно, да, то есть это в наших с вами интересах, чтобы больше людей зашло в эту стратегию. Здесь нужно поправить, это фаза 2, запуск глобального маркетплейса, мы сейчас еще думаем, возможно, мы запустим его раньше, может быть, даже одновременно, но, скорее всего, это будет чуть попозже, вот сейчас мы еще общаемся на эту тему. Что это такое? Я не мешаюсь, я сразу исправляю это. Вы все знаете платформу Аплифт, наше, скажем так, родственное предприятие. На этой платформе Аплифт, и поверьте мне, Алекс безумно возбужден, мы его таким не видели, возбужден, но он готовит сейчас маркетплейс для NFT, то есть на базе Аплифта как раз вот эти NFT, манниговые NFT-шки будут продаваться. Таким образом у нас будет синергия между Дэйзи, между манниговым бизнесом, и от этого будет выгодно также Аплифту и токену лифт, то есть вот все это будет взаимосвязано, мы хорошо эту концепцию продумали. Теперь пазл сложился, вот теперь аплодисменты. Будут заходить люди через этот маркетплейс на открытом рынке без всяких реферальных ссылок и покупать. То есть мы будем тратить огромные бюджеты на пиар. Мы сейчас ведем переговоры с маркетинговыми агентствами, мы хотим создать большой хайп, большой движух, вообще много шума в крипто-сообществе, потому что никто ничего подобного не делает. Мы ожидаем большие товарообороты, помимо реферальной программы, на открытом рынке. Но на открытом рынке цена этих NFT будет, естественно, повыше чуть-чуть. Поэтому те люди, кто работает через реферальную программу, будут находиться в более выгодных условиях, чтобы не было конкуренции между открытым рынком. Но не все любят реферальные программы. Соответственно, это фаза 2, и за счет того, что у нас будет помимо реферальной программы, которая, кстати, не будет MLM-программ, это больше как прямые продажи, но там будет очень мощный резидуальный доход от намагенных биткоинов по структуре вообще общих всех биткоинов. То есть там будут пулы. Там будут пулы, и эти пулы, они будут чем дальше, тем больше платить денег. То есть так будет работать. Сейчас более конкретно мы ничего не можем сказать. Соответственно, за счет того, что будет и реферальная, и не MLM-программа, и открытый рынок, у нас будет создан очень сильный проект. И мы этот проект будем активно пиарить по разным рынкам, и привлекать много партнеров, и развивать бизнес. Мы считаем, что за год, за два, за три мы создадим реально очень крупную миллиардную компанию, и о нас узнает, в принципе, вся криптотусовка. Потому что так или иначе это криптоиндустрия. Бонусный пул по манику. Вот здесь говорится немножко о другом. Здесь говорится о промоушне, да, Алексей, ты спрашивал. Смотрите, у нас 28 марта событие в Дубае, после которого, например, я улучшу Старлат, я до этого времени буду в разъездах. Леш, верни, пожалуйста. И мы планируем там собрать 2000 человек. Плюс-минус. И мы решили сделать что-то беспрецедентное. Что-то такое, чего никогда не было. Только за счет того, что человек купил билет, который продается на сайте Daisy Disrupt, по кнопке Buy Ticket, и цена этих билетов растет с каждым месяцем. Только за счет того, что вы купите билет, ну, естественно, купите авиабилет, прилетите в Дубай, остановитесь в каком-то отеле и придете на ИВС. Только за счет этого вы получите доли в майнинговом пуле. Представляете? То есть вы вообще ничего не делаете, но вы получаете доли. То есть вам нужно зарегистрироваться, купить билет на события в Дубае, посетить это ТВ, и вы получаете одну долю. Дальше. Вам нужно, чтобы в вашей первой линии люди сделали в Daisy товарооборот на 5000 USDT. Тогда вы получаете еще одну долю. Только одна доля дается. Сделают на 10 тысяч, все равно одна доля. Мы не хотим размывать эти доли. Итак, 1 плюс 1 сколько будет? 2. Неправда. 1 плюс 1 будет 4. В случае, если оба этих условия будут выполнены. То есть вы приглашаете партнеров первой линии, стимулируете их к тому, чтобы они вложили в краудфандинг на 5000 USDT. Это раз. Два. Вы покупаете билет в Дейзи, говорите об этом всем вашим друзьям. Билет на Дейзи Дизра. И прилетаете в Дубае, таким образом у вас две доли превращаются в четыре, и вы после того, как начнется майнинг биткоина в этом глобальном проекте, будете получать... Доли не будут разбываться, потому что они будут ограничены. Понимаете, что это ограниченный промоушен. А майнинг он будет чем дальше, тем больше. Вы будете процент от майнинг биткоинов будет делиться на владельцев долей. Ну, здесь вот Леша показывает, да, Дубай. Леша, верни, пожалуйста. Дубай – это хорошо, мы любим Дубай, да. Он уже там. Да, мы уже там, да. Вот, соответственно, если вы еще не взяли билеты, или ваши партнеры не взяли билеты, обязательно приглашайте в Дубай, совместите приятное с полезным. И там, в Дубай, по сути дела, мы хотим снова разогнать сообщество вот до той кондиции, в которой оно было в прошлом году. То есть сейчас мы немножко притормозили за счет падения доходности. Сейчас мы начинаем разгоняться, мы начнем зумы более активно проводить. И в Дубай, после Дубая, люди вернутся. По сути, мы хотим стартовать этот майнинговый бизнес. Помимо Дэйзи, Дэйзи, естественно, продолжается. Вот у людей будет возможность вкладывать деньги в Дэйзи, в краудфандинг, либо в майнинг. И, ну, естественно, остается, помимо этого, краудфандинговая платформа. А плит – это отдельный стоит. Итак, давайте резюмируем. Во-первых, вы сейчас побывали на первой оффлайн-презентации по майнинговому бизнесу. И тем более со слайдем на русском языке. До этого у нас была презентация на английском с переводом. Перевод был, как Алексей говорит, не всегда стопроцентно попадающий, доносящий суть. Плюс чуть-чуть еще слайды скорректировали. Во-вторых, во-вторых, биткоин не падает, не обваливается и будет расти. На долгие годы у нас есть возможность занять значимую долю на этом рынке и откусить большой кусок этого пирога. У нас, когда я говорю у нас, у нас всех с вами. Это опять-таки децентрализованный бизнес. Единственное, что нам предстоит, собственно говоря, управлять дата-центром. У нас для этого есть технические партнеры. Мы не будем нанимать седуальных специалистов по дата-центру. Этим будут заниматься другие люди. У нас в команде есть люди, кто построил десятки, если не сотни дата-центров в Северной Америке и за пределами Северной Америки. То есть здесь у нас все схвачено. Дальше. Технология охлаждения жидкости у нас практически запатентована, готова к масштабируюм. И уже по этой технологии первые дата-центры в США, в Техасе строятся. Сейчас Техас, это столица маленькая. Это два. Три. У нас прямые поставки оборудования от поставщика, от производителя. В Маннике очень важно иметь чипы. То есть в Асиках есть чипы. И вот вокруг чипов сейчас идет целая война. У нас есть прямые поставки от поставщика. То есть у нас логическая логистическая цепочка она полностью существует. Дальше. Какой следующий компонент для того, чтобы бизнес был успешным? Сообщество. Правильно? Но у нас без малого 155 тысяч аккаунтов. Я думаю, что найдутся люди среди большого и мощного дезисообщества, которые сразу же мощно стартанут по всему миру. И мы ожидаем, по сути дела, в первый месяц десятки миллионов долларов товароборота. То есть мы ожидаем прямо мощный-мощный старт. Оборудование будет где-то 3-4 месяца производиться, довозиться до локации, инсталлироваться и после этого будет манинг. Чтобы вы понимали, это абсолютно прозрачная история. Идет предоплата, оборудование производится, оборудование отгружается, устанавливается, биткоины манятся. То есть не будет так, что вы купили NFT и на следующий день вам манится биткоин. Такого не будет. По крайней мере при старте первый год такого не будет. В будущем возможно мы сможем где-то как-то перекрывать что-то. Соответственно, чем больше мы будем привлекать средств, чем больше мы с вами создадим такой децентрализованный манинг, тем легче нам будет двигаться дальше. Мы сможем дальше давить на цену по оборудованию, на цену по электроэнергии. у нас будет более выгодные условия с нашими поставщиками, с нашими партнерами. И мы вместе с вами будем строить этот бизнес. Вот в принципе это то, что я хотел сказать сегодня. Если есть какие-то вопросы, то можно? Пусть оборудование ставится еще до того, как на деньги из кармана не будет. И через 3-4 месяца. Я открою секрет, она уже в апреле будет стоять, но оно корпоративное. Битки откуда нерадимы. Так, Андрей. Илья, не противоречит ли это тогда опять же белой бумаги от Сатоши Накамото? Ведь там говорится именно, как ты сказал, проблема в чем, что крупные пулы они, можно сказать, мешают децентрализации. То есть мы сейчас по сути создаем еще один крупнейший пул. Очень хороший вопрос. Разница в чем? Все крупные пулы или крупные компании или крупные, не знаю, миллиарды компании они сами для себя майнируют. И бенефициары там кто? Создатели этих пул. Здесь же у нас бенефициары это не Джереми, не Эдуард, не я. У нас есть маленькая Дельта заложенная, потому что мы все это наладим. Но бенефициары это мы с вами. В этом вся фишка. Поэтому это децентрализованная манья. Мало этого, мы, по сути, мы предлагаем малый бизнес. Вот я общаюсь с людьми, вот они говорят, во что бы мне вложить у меня есть миллион долларов, миллион рублей, два миллиона рублей. Что мне с этим делать? Ну что вот можно сделать с миллионом рублей? Какой малый бизнес? Какой-то франшизу купить еще что-то. Чтобы вы не купили, по сути дела, вам нужно будет помимо вложений денег еще что-то делать. кого-то нанимать, кого-то контролировать, что-то настраивать, что-то чинить. Здесь на полном автомате, с полной прозрачностью у вас это будет происходить. Вот в этом фишка. То есть это наоборот плюс. Мало того, что децентрализация в плане владения этими NFT оборудованием, помимо этого еще и на полном автомате весь процесс будет происходить. Нет, с миллионом что можно сделать? Можно вложить в пирамиду, быстро вынуть, заработать на этом три-четыре конца. В какую пирамиду? Это не за жить. Это не записывайте. В какую пирамиду? Ура! Ура! Я рад, что вы меня забанили. Молодцы! Отлично. А можно? Обязательно микрофон? Да. Да. в общем, А можно еще раз про долю? Что такое доля конкретней? Кто-то из Дубаи или кто-то 5000? Доля. Что это в гимназии? А это не в деньгах. Доля как будет считаться? То есть майнится биткоин. Например, наманилось 1000 биткоинов в первый месяц. 100 биткоинов. Неважно, какая какая сумма. Берется 1% 1000 биткоинов, это будет 10 биткоинов. И делится на владельцев долей. Пропорционально владению долями. Вот так это будет. Ровно так же у нас работает промоушн по форексу. Вы его помните? Да, я напоминаю, что тем людям, кто вложил по менее выгодным условиям, потом еще ждал хорекса, вот до спорта конца все не раскочегарилось. Эти люди будут получать так же, так же, так же, процент обновленный биткоин. И точно так же у нас дези токен в истории. Золоченные, завещанные дези токены, а у нас у всех сейчас больше 50% дези токенов, заморожены. Золоченные. Намного больше. Я говорю, конечно, ну, нужно считать, да, может быть, 75-80%. Их можно будет путем нажатия кнопки очень-очень просто всяких бриджей направить в такой же аналогичный пул, куда будут платиться деньги от маманина биткоин. То есть, мы, по сути дела, за счет следующего бизнеса, потому что мы понимаем примерную математику, расклад. Мы несколько процентов от маманина биткоинов отдаем назад в сообщество. Это то, что мы делаем. Я считаю, это очень хорошая маркетинговая находка, потому что все три пула играют очень ворок. Почему мы отдаем для тех, кто приедет в Дубай, потому что мы знаем, приедет элита нашего сообщества, 2000 человек, после этого они разнесут информацию по всему миру, будут активно строить. включатся в процесс. И в итоге это будет всем выгоден. Уж как минимум просто всем необходимо быть. То есть я можно уточнить все-таки доля это часть вот этого одного процента прибыли всего. То есть это что-то плавающее, это не что-то в деньгах, это не что-то, это некая часть. Это не линейно сколько там долларов или сколько биткоинов, потому что количество доля будет зафиксировано в один момент, когда промоушен закончится, а количество биткоинов будет маниться, чем дальше, тем больше. Потому что все больше инвестирует. То есть это долгосрочная история такая? Это акционер в этот бизнес новый? По сути это типа дивидендов, да, то есть это распределение прибыли. И мы ожидаем, мы ожидаем, мы ожидаем, мы примерно калькуляцию делали, что расходы, которые человек сейчас за счет того, что люди получат биткоины. За год? Может быть за два года, плюс-минут, тяжело сказать. Я же на запись же говорю. Запрос можно? Потом Покерем. Можно? Запрос еще. А, да? Держите. Вот ты говорил за год. В Итория Босква. У меня вопрос передается ли по рассветству? Вот это самое главное. Передается ли по рассветству? Какое именно? Ну, потому что я хочу проверить. вот тут. Ваши инфти будут передавать. Если у вас инфти будет ваших наследников вы хотите передавать? Бизнес, конечно, передается по наследству. Начнем с того, что у нас такой классный бизнес, что если у кого-то появился ваш приватный ключ, то ваш бизнес потерян. Навсегда. 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 Да, кто стал наследником. Поэтому сейчас многие хакеры стали наследниками. соответственно технически это выглядит так. Вы берете приватный ключ, записываете на бумажку, кладете бумажку к своему завещанию, если вы собрались умирать, например, по какой-то причине, и там пишете, что вот завещаю тебе сын или дочь, заранее лучше показать, как потом этот приватный ключ использовать, потому что не поймет наследник. И все. И наследник будет дальше продолжать. Сам контракт он будет оформляться. У нас будет классный профессиональный контракт, у нас очень топовые юристы глобальные. Если вы хотите более фундаментально это все оформить, через тестов, нотариф, через юристы тоже говорят. Скажи, пожалуйста, у вас тестирование физическое проводилось? То есть, на каком периоде времени не проводилось? А, если ничего? Оборудование. Мы еще немного оборудования. Мы его в каком-то смысле сейчас протестируем. контейнеры. То есть, вы еще пока не проводили тестирование? Оборудование скупается, которое уже окружалось уже много с этим оборудованием работает. Само оборудование без проблем. Если имеется в виду тестирование конкретно в нашем дата-центре конкретно тестирование и математический расчет троконечного пользователя. Мы знаем и знаем что оборудование работает сто сто терах в секунду до мощности этого оборудования. Оно такое же оно в заводе покупается как и другие его покупают. Мощность мы знаем сколько людей будут получать за какой срок биткоинов это будет зависеть от ряда моментов. То есть нет от составляющих технических тестов оборудования оборудования давно уже пройдено все тесты естественно это же не то что сейчас производится если вы покупаете в салоне мерседес допустим или ауди вам же не нужно тестировать под вас а математическую модель мы ее знаем но мы не готовы дать потому что у нас может быть два сценария у нас еще кое-что ожидается партнеров от наших подтверждений если у вас вопрос сколько вопрос на другом маленечко останется ли что-то инвестору после того как не приняется все какой процент грубо говоря получать человек который вот какой вот как раз вопрос я уже говорил мы не можем дать математику за какой срок будет допустим окупаемость до вложений вот она может быть очень быстро она может быть меньше чем один год она может быть больше чем один год зависит от того мы скоро поймем недели две нужны ладно хорошо и следующий у меня вопрос так как оборудование это понятно механика она имеет срок здесь когда ты приобрет снисти он будет иметь срок или не будет очень хороший вопрос значит нам наши партнеры говорят что 45 лет в принципе амортизация этого оборудования как мы в контракте пропишем сейчас не готов сказать чуть попозже там должно это быть прописано то есть это не на год не на два это на более длительный срок и ремонт он включен в контракт то есть вам не нужно показывает у меня конкретно все правильно знаете все прямо что наше предприятие то что это не российские компании не надо там на такого разрешить вопрос я просто повторю еще раз где гарантии того что не будет дырка у нас будет контракт юридический это будет официальная покупка оборудования вы прочитаете контракт там будет написано гарантия того что вы получите оборудование ну не вы оно пойдет на датацентр естественно это будет в контракте гарантия того что оборудование будет приносить деньги там будет описано что в случае поломки мы за вас делаем ремонт это погрешно в бизнесе естественно мы не будем вас просить приезжать в ту же Канаду они какое-то время и детки мы получаем очень коротко потом все сослали на то что оборудование все же а в этом наша функция как раз потому что мы по сути как сказать мы мы объединяем все эти асики на одном дата-центре и вы всю техническую сторону берем на себя включили всю эксплуатацию ремонт и так далее а сколько лет расчищена это оборот я уже отвечал говорят 45 плюс-минус ну upgrade он не может быть можно будет покупать новые поколения мы все знаем что цифры не врут я хотел бы услышать одну цифру чтобы условно мы закупили оборудование на такую-то мощность я к чему потому что мы знаем что сегодня большая очередь на видеокарты и сегодня вы закупаете определенное количество я уже могу доверять и понимать что это какая-то мощность я знаю что следующие вопросы закупки дальше будут проблематичны очень хороший вопрос у нас будут продажи идти скажем так скорее всего порционно скорее сюда то есть мы говорим допустим на 20 мегаватт на мощность да мы продаем оборудование будет видно на сайте насколько продается продается день 2345 закончилась все продажи останавливаются пока у нас следующая партия не выбрасывается мы никогда не будем собирать деньги зная что это оборудование целый год будет доставляться да то есть мы будем вот в этом преимущество нашего прямого общения с поставщиком оборудования и мы знаем то что даже при масштабе не то миллиардов то весь бизнес в общий товароборот один мир от у нас есть возможности поставки оборудования бесперебойного несколько месяцев но не за один раз это будет плановерно плановерно плюс мы ведем переговоры с некоторыми с несколькими поставщиками мы не зациклим на одну сейчас мощность какая сейчас нет мощность ну вы говорите идет контейнер он еще идет в апреле придет это 2 мегаватта 2 мегаватта 1 контейнер 48 до хорошего вопроса в том что те кто отличный вопрос те кто участвует в первой фазе это было славит на я прошу мимо будут получать процент о второй фазу то есть как будто бы фаундами все становится вторая фаза напоминает открытая фаза те кто потом будет покупать клиенты со всего мира открыто на marketplace и так далее маленький маленький процент будет идти тем людям кто участвует в первой фазе все это с цифрами с математикой мы презентуем у нас будет классные слайды видеоролики у нас крутая студия работает дизайнер по дейси токен тоже неизвестно сколько дейзи какое количество долей можно коллектив то есть понятно что не привязанность к рублям сейчас там к из дт но золоченные дейзи токены мы же уже знаем сколько-то долей там какое количество там там несколько долей мы же не знаем сколько людей будет участвовать но это то же самое что в эндотеке у нас в бизнесе в дейси да у нас доли мы не знаем когда закончится кратфа не сколько у нас будет далее это зависит от того насколько продажи даже террасны мы же количество долей там не упала определенная я уже знаю что я зашел в 4 600 не 46 долей абсолютно верно вот у меня 7000 дизи токенов сколько у меня будет долей в биткойне мои это зависит от того сколько всего людей переведет дэзи токен в этот пул еще период входа потому что ждал участие за себе если 80 мы сейчас это все на серу буквально еще десять дней может быть две недели и выносили и там будет период он не будет бесконечно это период промоушена в течение которого крайне выгодно будет нажать на эту кнопку крайне выгодно нет два года нет вопрос даже два почему инвести почему просто необычная токенизация обычным токером почему именно как бы через дэвди мы владеем этим оборудованием ну потому что мы не хотели создавать дополнительный спекуляционный инструмент также как когда мы запускали тези у нас не было только если вы помните у нас были была жаркая полемика мы не хотели чтобы впереди паровоз это короче их нужно было построить сообщество нужно было продукт предлагать здесь то же самое не в те это в принципе это просто цифровое владение без спекуляции там не спекуляции токен какой-то потом привязаны к майнингу возможно когда-то у нас будет я сейчас ничего не хочу сказать мы его даже не проработать с этим понял и второй вопрос почему именно биткоин ну почему только биткоин и будет ли только биткоин майнинга потому что есть халдинг есть другие интересные монеты все все крупные компании миллиардные монеты только биткоин ответ очень простой а мы хотим таковой стать эфир он манится на другом оборудовании в принципе мы не хотим диверсикацию внутри дата центра цель именно биткоин манить на этом оборудовании лайткоин а это форк биткоина или биткоин кэш какой смысл это в нашем понимании такие жалкие форки битко битко это золото да то есть если у нас есть возможность построить шахту добывать золото зачем нам добывать что-либо еще то есть манится будет всегда на этом оборудовании только биток ну поэтому пазит поэтому цена хочу уточнить то есть у вас получатся доли этой мистикой доли в пули это доля в пули и нефти это это владение оборудования подтверждение владения это не одно и тоже не более это не насти конечно это цифровое владение то есть если я не что такое люди покупают картины через например вы знаешь владеете этой картины здесь тоже самое вы купили и вы владеете асиков которые на нашем дата центре находится хорошо вот я приобрел у нас китом она стоит где-то насти тысячу что дальше то есть я держу вас будет кабинет вы заходите в кабинет и через кабинет отслеживать и сколько петков добыто на этой нефти вы все получаю процент видит к вы получаете биток через марк контракт это будет рад биткойны потому что биток через марк контракт не пропустили будет хорошо а если я приобрел горюми как сейчас по промоушену сделал горит то это как будет выглядеть вы также будете получать то есть у меня будет также дирам кабинет и я буду получать тоже уже здоровье и он будет выше или не выше процент он фиксированный у нас три промоушена там один процент два процента а сколько вы будете получать битков будет зависит от того сколько долей в этом пуле будет существовать потому что нам они битки будут делиться на количество дали сейчас и еще один момент у меня еще один момент вот энергии они будут одного вида или разума у нас будет несколько нефти шик разный подвитерская то есть энергии будет разные разные ценовой категории я хотела уточнить и так человек приехал в дубае получил подарочную долю будут ли уходит ли у наличие насти или ему чтобы его их покупать я думаю что там будет просто отдельный смарт-контракт это не будет не возобновляемый это не валюта не взаимозаменяемый токен это цифровой цифровое свидетельство чего угодно чего угодно владение чего угодно можно цифровать я не знаю вот этот экран да и продавать инвестии экрана смарт-контракт он какую функцию будет выполнять распределение автоматически автоматизирован биткойны манятся и они их нужно распределять правильно клиенту распределить биткойны в три пола распределить это все будет смарт-контракт на блокчейне на которой мы будем работать скорее всего то есть это будет прозрачность будет все будет все будут лежать сколько битков на манина сколько битков распределилась плюс будут пулы резидуальные для тех лидеров структуры то самое главное те лидеры вот все приседом все приседом лидер в особенности у кого большие структуры и те кто начнет этот бизнес развивать сделали вы товарооборот например миллион долларов на вашей структуре за два-три месяца приложили усилий вы будете потом из месяца в месяц стабильный резидуальный доход получать из пул это уже другие это резидуальный пул это я говорю про маркетинг помимо прямых полосов а потом будет пул там там очень крутой маркетинг то есть это тот маркетинг почему эту году в прошлой компании был номер один потому что там маркетинг для тех у кого есть долгосрочные долгосрочное понимание резидуального дохода то есть я считаю что вообще в принципе сетевики занимаются тем чем они занимаются если это не карабельники конечно затем что они хотят приложить какие-то действия к чему-то а потом долгосрочно получать они вымыл им не всегда так бывает я закончу мысль что ты строишь структуру и она у тебя год из года приносит наход обычно все рассыпается либо компания сканется либо там не знаю еще что-то люди разбегаются в другую компанию третью компанию правильно так сейчас мы все знают мы много лет в этой индустрии в чем фишка проекта по манингу вам нужно создать товарооборот и выпадщик по по сути вы становитесь как акционер вы будете получать регионы от всего на манингу биткоина глобального из месяца в месяц по сути за дня в день и неважно ваша структура разбежится еще куда-то уйдет это абсолютно неважно то есть по сути дела вот это тот самый резидуальный доход который все хотят сетевики и поэтому мы ожидаем здесь просто взрыв можно я как раз прокомментирую последний несколько вопросов с резюмирую правильно ли я теперь понимаю что к примеру мы говорим что в фазе 2 будут заходить какие-то большие инвестиционные даже фонды которые будут покупать и в теле и в личных кабинетей они как фонды будут видеть условно что у них столько-то тирахеш закупленные мифти как оборудование на это тирахеш и такова хорошо на эти мегаватт на эти мегаватт условно говоря они видят в личном кабинете могут проверить это по хэшам то есть вообще не могут проверить что добытых пример тысячи биткоинов но по условиям смарт-контракта они будут видеть что из этой тысячи к примеру три процента или четыре процента у них удержано этих биткоинов на все эти пулы про которые мы до этого говорим еще какой-то процент еще куда то что прослушиваешь подтвердить свои надежды это при том что алексей немножко знает примерно маркетинг чуть-чуть чуть-чуть на будущее как раз как раз говорим про долгосрочность с точки зрения долгосрочного такого построения команд сейчас есть дейзи с эндотехом сотрудничество то есть какой это сейчас майнинг добавляется потом еще что-то еще следующее как я понял просто эта команда ну вы как команда вы как она настроены на добавление новых продуктов и будет ли здесь какой-то единый маркетинг план или это вообще невозможно то есть как не запутаться вот в построении собственно как строить или просто мы приглашаем людей на все что будет потом понятно да нет единого продукта и нет единого маркетинга получается есть просто набор продуктов линейка здесь единая зиме и возможностями левел единый и в новом манировое управление как это делается у нас есть паза данных вот 155 тысяч аккаунтов они все стоят от линейной генеологии все кто-то кого-то пригласил вся эта матрешка таким существует мы это все берем перекладывать на новый бизнес и если кто-то из вашей сети например на покупают инфти то система она будет отслеживать потому что вся база данных она сюда скопируется кому выплатить комиссии даже если ты не купил даже если ты не будешь нас нас ты не знаешь вообще что мы начали какой-то и вдруг ты начинаешь приходить новый продукт начался моя команда подключилась там есть маленькие условия маленькие как бы нюансы самого маркетинга не буду счет говорить но в принципе да это так чтобы кошельки были когда кошельки те же и вот это как раз ответ на вопрос те же самые кошельки они все родственные трон эфир полигон нет маска такое получается наслоение 1 1 1 сделанная работа наслаивается на проект на следующий на следующий на этом люди остаются здесь подо мной потому что блокчейн и здесь происходит индивидуальный доход с этого проекта с этого с этого с этого про и обновление это то что мы изначально год назад говорили мы 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 сами мы все кино полосы на сами это безумие каждый новый проект нуля строя сеть но маркетинг пока не будет это это мой самый самый любимый бесконечный то есть в тесе есть конечно 10 уровне здесь это бесконечность бесконечно партнерства будут новые сейчас партнерство с ндтк он будет новый партнерским трещерским трещерским трещер с поставщиками услуги услуг на которых можно генерировать нам и нашим людям надо мы не будем это подключать как каждый месяц новый провисит но имею ввиду такая на этот год у нас вот маник на ближайшие полгода даты скрофаник нужно закончить маник нужно вывести на хорошую держите кому еще но это можно пост после семинара мы алексей разберем мы решим добавить и технический вопрос сейчас уж хочется коснуться об лифте что таки на тези можно будет перевести в проект с переводом всех дейзер нашли перешли в объект какие здесь рекомендации кто уже перевел или тот кто еще думает куда эти токи на переводить насколько 20 вопрос только замороженный токен и тези можно будет направить в этот пул только заморожены если вы они у вас постоянно размораживаются стоят стоят и потом вы можете их через мостик направить финанс марчей вот если вы их уже направили если они уже разморожены вы их не можете направить по майнинговый пол если вы поменяли уже безе на облик если они разморозились неважно разморозились обравленные помогли застрекали в облике до вас застрекали не застрекали но всех у нас действительно до 80 плюс-минус процентов есть второй вопрос о биткой это будет на своем блокчейне не я бы своей площади не делом и не такие амбициозны у нас наши разработчики не хотят делать свой получение вот потому что я тоже не то время когда прям вот нужно всем делать свой получит у нас есть партнеры классные это это может быть и нас марчей может быть полигон может быть эффектную фердорского то есть как мы возьмем какой-то вообще ты через него будем на вами на битки мы будем их менять на татар петкойны в смарт-контракты гонять все будет автоматизировано обобщение как красиво такая книжка можете читать на националью затрон литки строн линьки да да вот важный вопрос в майнинговый проект можно будет заходить через трон линька но также можно будет заходить через новый блокчейн и так и так можно будет а вот получать уже деньги и отслеживать полностью генеалогию в том вновь вообще не можно деньги в битки будут приходить уже не не в троновский не трон лишь не в трону будет новый кошелек тот же кошелек там нужно будет просто приватный ключ как вот это маски все может быть точек и я прекрасная презентация на все вопросы получили теперь главный главный связующий ответ можно ли получить чтобы принимать решение и по построению структуры по собственным заходом и по уверенности донесения информации все-таки вы в своем на своих утренних эльфирах или так далее и так далее своих планов головах уже по дорожной карте приняли решение какое-то будет процент от добычи мировой биткойн например через полгода через год какие планы то есть это один процент добычи битвы а и на сладок был написан что задача стать номер один там нет не написано за какой период за 6 месяцев за год и так далее но в топ-10 мы хотим войти достаточно быстро год-два то есть номер один все равно это означает что 50 процент вы не ставите себе цель знаете насчет атаковать никого не будем нет атаку 51 не планировали есть это это тяжело сказать тут тут дело не в том какой процент а дело в том чтобы делать свое дело просто да и зарабатывать деньги внутри там расчетов пока еще нет они есть просто есть два варианта расчетов мы поэтому ничего не показываем есть консервативный и такой поле либеральный еще один вопрос если последний вопрос можно какие рекомендации как ее монетизировать максимально эффективно раз уж мы это узнали про дубай понятно приехать в дубай а то еще 1 купить билет в дубай вот прямо сейчас не выходя дверь там алексей писал в объявлении что вход бесплатный выход бесплатный выход бесплатный при условии что билет в первую очередь купить билет в дубай для вас и вашей супруги мужа друзей это первое второе 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 супруги мужа супруги мужа должны быть и они должны сделать 5000 а второе 3 3 3 до 3 взять слайды которые сегодня мы используем по манингу например дайк можно получать улексей и поделиться с людьми вот можно запись и просто давать информацию готовить людей к запуску скоро мы дадим уже конкретику сейчас я предварительную вещь когда будет математика это бизнес-бизнес без математики бизнес так кстати при мощном а ненга перед перед на так он в том что здесь нету графику вниз здесь идет линейная добыча она будет линейная всегда будет добываться петкоин там будешь даться по вас неважно читкой ведет вниз или вверх он будет добываться идёт куда он там идет это не важно ребята на самом деле это неизбыточная мечта понимаете когда только вверх это может быть сильно вверх или не сильно вверх или совсем вверх чуть-чуть но главный вверх постоянно вверх я покидаю сцену давайте приглашаю видео информации по майнингу по будущему бизнесу или я ничего не сказал но при этом все сказал он просто не сказал как это называется и не сказал какие-то цифры по маркетингу да какие они будут вот но все остальное мы узнали по сути то есть по сути наша аудитория уже подготовлена к этому бизнесу теперь нам осталось только узнать цифры и узнать как это все дело называется инвестировать он сказал с 1000 до 1000 то есть от 500 до 1000 долларов будет купить на бизнес ну и выше и выше global star club возможности безграничны